Всем привет! И мы снова на канале Турболайф. И наши путешествия по ГЭС Амурской области продолжаются. И сегодня мы приехали на Нижнебурейскую ГЭС. Нижнебурейская ГЭС – это контррегулятор бурейской ГЭС, которая гораздо больше и находится выше по течению. Что интересного можно рассказать про Нижнебурейскую ГЭС? Ну, во-первых, она в три раза меньше, чем Бурейская ГЭС. Ее высота всего 45 метров. Строительство Нижнебурейской ГЭС шло с 2010 года по 2019. И если кто смотрел предыдущее видео и помнит, что я говорила, что самая большая ГЭС – это Бурейская, то Нижнебурейская ГЭС – это самая большая гидроэлектростанция, которая была построена в постсоветский период. Представляете? Субтитры создавал DimaTorzok В ее конструкции всего 4 гидроагрегата, и они начали свою работу уже в процессе строительства в 2017 году. И в 2019 она построилась и ввелась в эксплуатацию полностью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А теперь немного интересных фактов, от которых даже у меня немножко закружилась голова. Представляете, эта электростанция снабжает энергией такие культовые места в Амурской области, как Эльгинское месторождение, газопровод «Сила Сибири», а также космодром «Восточный», а также «Амурский газоперерабатывающий завод». Представляете? В некоторых местах мы уже были, и эти видео есть на нашем канале, а в некоторых местах мы обязательно побываем. Этот факт просто сносит крышу, потому что, ну, представляете себе, все наши путешествия представляют собой связанную цепь, и, ну, это же очень интересно и потрясающе. С погодой, конечно, нам в этот раз повезло меньше. Как видите, идет проливной дождь, но, тем не менее, мы не сдались, все равно приехали сюда, а вы можете посетить эти места совершенно в любое время, когда вам это удобно. Особенно, если вы живете, конечно, в Амурской области, тут есть что посмотреть. А сейчас мы перенесемся в Нижнебурейское водохранилище, и посмотрим, какая же там красота. Сейчас мы находимся уже на нашем маленьком корабле, и сейчас как раз поедем чуть ближе к ГЭС. Мы находимся на территории водохранилища. У нас такая замечательная экскурсия на двоих. И, в принципе, у нас такой вот формат первый раз, потому что мы сегодня с утра, вернее, я сегодня с утра проснулся, открыл Авито и совершенно случайно нашел объявление на Авито о том, что по Нижнебурее идут экскурсии, человек проводит их, и сейчас мы отправляемся на эту экскурсию. Это наше второе видео про ГЭС. Если вы не видели первое видео про ГУЛИ из ГУЛГЭС, которое гораздо больше, то ссылка будет в описании, обязательно посмотрите. Там совсем другое видео, совсем другие, так скажем, виды, а здесь у нас вот такой вот экшн, ребята. Ну что ж, дорогие зрители, сейчас я хочу с вами поделиться той информацией, какие у нас есть планы на ближайшее лето и ближайший год. В этом году, скорее всего, мы никуда за границу не поедем, не полетим, разве что ближайшие зарубежья. Может быть, когда границы откроют, мы поедем в Китай. И мы обязательно поедем в Китай, потому что для нашей видеотехники нужно очень много китайских аксессуаров. Вы сами понимаете. У нас будет Алиэкспресс в прямом эфире. А мы сейчас находимся совершенно по другую сторону Нижнего Мурейской ГЭС. Мы подплыли максимально близко. И здесь у нас есть вот такая вот табличка. Стой. Это запретная зона. Проход в проезд запрещен. Надо еще добавить туда обязательно. Проход запрещен. Ну что хотелось бы сказать. Если на Мурейской ГЭС мы восхищались природой, и было очень живописно и красиво, солнечно. А вот здесь, во-первых, здесь, конечно, очень холодно, очень мокро, но в то же время очень эпично. И очень нравится именно сама динамика нашего путешествия и недостаточная близость к самой электростанции. Это самое главное, в чем плюс. То, что каждый может приехать сюда, и каждый может посмотреть на то, что видели мы. А если вам еще и повезет с погодой, то я буду вам очень завидовать. Расскажи, как вы запускали трон сегодня? О! Мы ехали сюда порядка четырех часов из Свободенского района. Все это время шел проливной дождь. Но мы не сдавались, не развернули машину. Мы все-таки доехали. Дождь буквально на 10 минут остановился. Мы сняли кадры с воздуха. Поэтому эту картинку вы увидите или уже увидели. Нам очень повезло. Продолжение следует... Ну что, ребята, есть такой интересный факт. Здесь, в Амурской области, здесь есть очень много заповедников, где помимо реки и животных, содержатся реки и растения. И вообще очень богатая здесь флора и фауна, в Амурской области. А также здесь много памятников, геологического значения. И максимально много туристических мест, куда ходят люди. Они практически все имеют геологическое значение. Потому что очень необычные, очень орехи и детальные породы. И вот, мне кажется, вот это одна из них. Посмотрите, какая потрясающая природа. Дорогие зрители, а если бы я не знал, где велась съемка этого видео, то в первую очередь, я подумал бы, что мы где-нибудь сейчас в Таиланде и снимаем столь живописные места. Ну, в первую очередь, это реально похоже на какие-нибудь острова в Таиланде. А также хочется сказать огромное спасибо Андрею. Это тот замечательный человек, который прокатил нас на своем катере и может организовать прогулку именно для вас. Ссылочки будут в описании. Понятия не имею, но выглядит очень кайфово. Это чье-то жилище, которое построили на скале. Кто бы мог подумать, что такое может быть? Продолжаем наше путешествие на лодке. Мы подходили к такому месту. Это просто дом на скале. Я уверен, что сюда можно приехать, арендовать местечкой, и вы можете просто переночевать в таком месте. А если вы хотите, чтобы мы так сделали, то пишите это в комментариях. Мы обязательно сюда приедем. Переночием в этом месте и поделимся с вами впечатлениями, каково это, чтобы на скале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но в истории этой ГЭС есть и грустные моменты. 24 августа 2017 года случилась авария, в результате которой произошло затопление пристанционной площадке и получился очень большой сброс воды. Самое печальное, что людям, которые живут в этом поселке Новогурейске, им ничего не сообщили. Люди были в панике, особенно помня аварию в 2009 году на Саяно-Шушинской ГЭС. Конечно, они испугались. Они поднимались на сопки, писали друг другу в мессенджерах и очень долго ждали какого-то ответа от властей, что же все-таки случилось. Вода в реке поднялась в два раза. Сами понимаете, затопление – это очень страшно. В результате этой аварии никто не погиб. Слава богу, все произошло без потерь. Но, тем не менее, это был очень страшный момент для этих людей. Ну и завершу я свой рассказ и ваше знакомство с Нижнепурейской ГЭС. Потрясающим фактом, что в 2019 году, в декабре, были введены в эксплуатацию солнечные панели, которые позволили увеличить выработку электроэнергии и стали питать саму гидроэлектростанцию. Мне кажется, это здорово. Мы надеемся, вам понравилось это видео. И если это так, то ставьте лайки, пишите комментарии и смотрите наше предыдущее видео про Бурейскую ГЭС. Ну а мы едем дальше путешествовать и снимать для вас клевые видео.